Что ж, здравствуйте дорогие друзья, уважаемые любители Мегабола! Микрофона вновь ЦСКА Габан! И сегодня в одной четвертой Мегабол Лиги Чемпионов номер 8 сразятся такие команды, как Арсенал и Энс. Вот так вот незаметно пролетает наша любимая Мегабол Лига Чемпионов. Уже 8 команд известно, которые будут бороться за чемпионство. Итак, посмотрим, что сегодня покажет эта пара. Потому что, мне кажется, сейчас путевка по полфиналу стоит многого. Сейчас не понимаю я, почему Акаша уходит из страны Арсенала. Очень, на самом деле, странное решение игроков под красным цветом. Не знаю, конечно. Все мы знаем, что Акаша топ и убирать его в таком важном матче. Но это очень странное решение из страны Арсенала. Ну ладно, это сугубо у них там не сами решают. Поэтому не будем уж их осуждать. Тем временем перейдем к составу играющих. Сегодня команда Энса под синим цветом. Команда Арсенал, соответственно, под красным. И Энс в опоре. Не до неба. На карточке Ибрагимовича и пар нападающих. Это Эппл и Лэмпорт, оба на карточках Буфона. Арсенал Лондон, который сейчас переходит в очень активное нападение. Бернт в опоре. На карточке Роналду и пар нападающих. Цветар на карточке Дэхе и Агбон Лахор на карточке Буфона. Что ж, команда Арсенал начинает с атаки. Эту встречу. Хорошая передача обратно Цветара. Но ничего опасного. Не до неба. Мяч в уголке оставляет. Агбон Лахор первый на мяче. Поднимет. Цветару оставит. Хорошая передача на Агбон Лахор. Пошел в продавку и никак не продавливает сейчас. Не до неба. Агбон Лахор помог там Лэмпорт. Судя по всему. Потому что не до неба занял не очень хорошую позицию. Что же. Матч у нас продолжается. Тем временем. Мы сейчас в очень опасном моменте. Ну как Савитар-то не открывает счет в этой встрече. Не разобрались. По-моему два игрока. Это опорник. И я не знаю кто еще там был. Не могу точно сказать кто из нападающих Энса сейчас вот так вот. Такой неразбериху штрафной своей команды возвел. Но сейчас. Вот это вот. Вот это вот то что не смогли разобраться игроки. Кто должен касаться до мяча. Едва ли не привело к взятиям ворот. Каким-то чудом Савитар его туда не отправил. Что же. Вот так вот. Сразу же опаснейший момент. И записывает в копилку себе команда Арсенал его. Арсенал Лондона. Сейчас они вновь идут в атаку. Акбон Лахор первый на мяче. Естественно по бортику. Не до неба. Берн не точно передача. Волнуется наверное. Лэмперт сейчас просто протолкнет мяч по бортику. Лэмперт в углу. Здесь не сумел хорошую передачу сделать на Эппла. В итоге команда Арсенал выводит мяч из своей зоны. На самом деле очень хорошо у них пока получается начало этой встречи. А вот у Энн складываются явно какие-то проблемы. Что ж. Савитар. Берн здесь выходит и бьет по воротам. Но не особо опасно. Эппл против Савитара в углу. Вновь нам напомнили состав. Еще с Эппл. Савитар. Ищут варианты. Берн помогает. Берн довольно таки далеко выдвигается. Помогает своей команде. Он в атаке. Савитар дальше. Акбон Лахор вновь давит. И все-таки это залетело. Все-таки 1-0. Дорогие друзья. Но это должно было случиться. Потому что оно явно. Явно так не работает. Лэмперт не смог сдержать натиск Акбон Лахора. Как и не до неба. И в итоге вот эта вот неграмотная позиционка. По моему мнению. Все-таки приводит к тому. Что команда Арсена Лондон. Крывает счет в этой встрече. 1-0. Хорошая продавка от Акбон Лахора. Записываем. У его. Ой-ой-ой. Сейчас уже опасно. И сразу же команда Энн сравнивает счет. Здесь уже не разбери их. В штрафной команде Арсена Лондон. По сути первая вот такая вот атака. Приводит к тому. Что Энн сравнивает счет в этой встрече. Две минуты играть еще в первом тайме. Эппл здесь Савитар хорошо его переталкивает. Не до неба возвращает мяч в зону Арсенала. Не до неба. Поднимает Савитар хорошо накрывает. Опасно. Но Берн реагирует. Все правильно идет. Хорошая передача Тепла на Лэмпорта. Но ничего опасного. Все кроет команда Арсенал Лондон. Здесь Савитар поднял. Хорошо. Стал с мячом. И команду пока что Арсенал тоже на подборе этим мячом владеет. Савитар. Эппл поднимает. Пока ничего опасного. Берн здесь, но Лэмпорт его переталкнет. Акбон Лахор по бортику. Не до неба. Скорее всего ставит мяч в уголки. Хорошо. Савитар выталкивает. Не до неба. Просто блестящая игра. От Савитара я еще такого не видел. Но никакой вратарской зоны-то нету. Хорошая работа от Савитара на самом деле. Выключение опорника. Впервые я такое увидел. Вот за всю мою историю тех матчей, которые я прокомментировал. На самом деле очень интересный момент сейчас получился. И без нарушения правил. Очень хорошо сыграл. Вот сейчас. Но нет. Не до неба надежен. И продолжает так стать не до неба. Не знаю почему. Сейчас надо Савитару было сразу же бить. Но вот сейчас только он стоит за штангу. В каких-то моментах Берн доставляет мяч в зоне команды. Энц. Пока что в атаке. Савитар. Но может здесь поддавить. Я не понимаю почему на самом деле не до неба. Ну почему такая защита у команды Энц. Почему не до неба позволяет. Вот все равно себя продавливает. Потому что из команды. Кстати хороший сейчас опасный момент. Но не смог тут Савитар обхитрить. Не до неба. Много опасных моментов команды Арсена Лондона. И видно что они пока что лидируют по первому тайму. Не знаю почему. Но вот сейчас только не до неба опять же стоит за штангу. Не знаю. Может быть он когда-то забывает это делать. Но тем самым позволяет очень легко продавить себя игрокам команды Арсена Лондона. Если они хотят это сделать они сделают. Как это уже нам показал Агбон Лахор. Савитар. Первый тайм окончен. И это. Это дорогие друзья у нас. 1-1. Ничья. После первого тайма. Но можно сказать что команда Арсена Лондона смотрелась как-то получше. Чем ежели команда Энс. Винно что они. Ну они конечно же больше время проводили в атаке. Они создавали больше опасных моментов. А вот у команды Энс. По сути две атаки. Ну вот именно которые хоть до чего-то там доходили. Да. Была у них позиционка. Но вот в итоге там опять же сами себе завели. Вот именно так получилось что сами себе завели игроки. Арсенал от мяч в ворот. Поэтому. Ну нечего мне больше сказать по этому тайму. Скажу только что Арсенал. Ну явно пока что фаворит этой встречи. Потому что пока по игре Энс. Ну пока что Энс по игре Арсенал уступает. И это хорошо заметно. Нужно что-то менять. Конечно Энс. В своей игре. Вот опять же не очень грамотное оборонительное действие от опорника. Я бы стоял за штангой. Это аннулирует любые шансы что тебя продавят. Может быть команда Энс так ловит своего соперника. Что вот сейчас кажется что продавит Анеф. Мяча скачет и мы там убежим. Два в одного опорника. Но пока что это ну не проходит явно. И мне кажется что такую надо тактику поменять. Если это конечно является тактикой. А не мировоззрением как надо играть опорника. Что ж. Я думаю что можно перейти ко второму тайму этой встречи. Команда уже по сути готова как я вижу. На самом деле непонятный игрок Акаши. Теперь он за Энс. Никак он не может решиться за кому ему хочется играть. То за Энс он уходит то за Арсенал. Вообще непонятный какой-то игрок. На самом деле. Ну что сообщил команды Энс. Четыре игрока на поле. Ну что за абсурд ребят. Ну вот как так можно на самом деле. Не понимаю. Где там у нас начинается уже второй тайм. Хочется увидеть окончательный состав Энс на поле. Конечно же. Не знаю. Вот Энс не дает теперь Акаши выйти. Ну что такое вот ребят. Ну как это называется. Ладно. Хватит я думаю шутить. Матч по-настоящему серьезный. Давайте мы уже наконец-то перейдем к второму тайму. Вот он начинается. Команда Энс под красным. Команда улетает Акбон Лахор. Команда Арсенал под синим. Что ж. Вновь команда Арсенал Лондон летит в атаку. Вновь запирает Энс. Замены кстати нет. Это стоит отметить. Акбон Лахор на Бернда. Бернт немножко не понял. Лэмпорт наверное вынесет. Но нет. Савитар хорошо продавливает Лэмпорда. Вот сейчас уже не получается у него выиграть в продавке. Акбон Лахор мяч отскакивает. Хотя он ударить. Но не дотянулся. Либо очень уже поздно начал отходить. Бернт здесь хорошо читал Эпла. Но мяч в не очень опасную зону. К счастью для команды Энс. Вот сейчас и продавки не выигрывают. Но здесь Бернт хорошо играет на опережение. И теперь троем буквально выходят на не до неба игроки команды Арсенал Лондон. Но ничего опасного создать не могут. Что ж. Савитар. По бортику хорошо на Акбон Лахор. Акбон Лахор от бортика и пытался штрафную накрыл его Эпл. Тут Бернт. Видно что опять команда Арсенал Лондон владеет инициативой. Атакуют они намного дольше чем ежели команда Энс. Видимо хотят они как-то за счет от обороны сыграть в этот матч. Здесь Савитар конечно хорошо проталкивает. Очень даже хорошо. Савитар. Эпл. Сейчас потихоньку мне кажется что могут найти ключ Арсенал Лондон к воротам Энс. Потому что вот видно что... Видно волнение в действиях Энс. Они немножко даже ошибаются. Где-то начинают кликать. Лишь бы только мяч выбить из зоны. И по-моему забывают что нужно играть в первую очередь разумно и безопасно. Но сейчас они наконец-то спустя чуть меньше чем 2 минуты перешли в нападение. Сейчас они до него мяч подскакивают. И теперь вновь. Здесь Савитар закроет прекрасно зону. И вновь Энс вынужден обороняться. Сейчас Агбон Лахор. Хотел похоже что Бернс делать с ним сдвоение. Но не получилось. В итоге они прощаются с мячом. И сейчас Энс перейдет уже в зону нападения. Сейчас очень опасный момент. Вновь. Очень редко но опасно атакует Энс. Вот опять же их атаки опасны. На самом деле. Все таки как чтобы я не говорил. Сейчас Савитар играл в одно касание. И не совсем это у него получается точно сделать. Бернт выбивает. Бернт Агбон Лахор. Сейчас будет играть по бортику. Не до неба будет ли накрывать тепло тут. Ему мяч сейчас какие-то не до неба. Савитар. По бортику хорошо пробраться. Агбон Лахор здесь будет. Хотел он традиционно сыграть а бортика и штрафную. Что он сейчас и демонстрирует. Савитар. Вновь Савитар. На Бернта. Бернт по бортику. Агбон Лахор закрывает. И команда Арсенала вновь идет в атаку. Бернт. Савитар хорошую передачу на Бернту находит. С Агбон Лахор пойдет давить. Это понятно. Но второй раз не получается. В тому же по-моему Лэмпорт играет хорошо. И страхует своего. Опа. Ну или Эппл. Не могу сказать точно. Что-то я в этот момент проморгал. Лэмпорт. Бернт. Поднимает. Мяч Савитар раскакивает. Савитар. Ну и здесь команда... Сейчас Эппл куда-то улетает у нас. Ну и сейчас команда Энс опять идет в атаку. Савитар. Не до неба. Эппл. Бернт. Бернт сейчас, кстати, убегает в нападение. Агбон Лахор устрахует на позиции опорника. Бернт иногда все позволяет играть агрессивно. Это интересно. Видеть пока что счет 0-0. Играть еще во втором тайме он 0-0. Повстречу. Он 1-1 и команде Арсенал Лондон. И хватает того, что спустя 4 минуты и 10 секунд они вновь себе возвращают преимущество счете. 2-1. Команда Арсенал выходит вперед и не думает на этом останавливаться. Она идет в атаку дальше. Не до неба. Сейчас Агбон Лахор у меня сейчас скакивает. Агбон Лахор. 30 секунд еще играет в втором тайме. Теперь Савитар страхует Бернта. Сейчас он теперь стягивается в опору. Вот хорошая передача. Наконец-то она проходит у Агбон Лахора. Но Савитара, как назло, теперь нету. Для команды Арсенал Лондон штрафной. И поэтому замыкать прекрасную передачу некому. 8-7 осталось секунд играть в втором тайме. И я так понимаю, что на этом все. 2-1. Команда Арсенал Лондон с минимальным преимуществом пока что лидирует в этом противостоянии. И опять же очень закономерно. Мы видим, что команда Энс пытается играть от обороны. Потому что Арсенал явно много времени проводит в атаке. И пока что владеет инициативой по ходу всего матча. Не знаю, как будет в третьем тайме. Но пока что закономерно 2-1. Пока все по игре. Не скажешь, что где-то повезло тому Арсеналу. Наоборот, игра очень даже интересная, вязкая. Опять же, немного голов. И на самом деле очень мало ошибок. Даже, по-моему, их еще не было таких очевидных. Что является, конечно же, очень хорошим фактором. Это показатель двухопытных команд, что матч будет интересный. Ну, точнее, конец уже матча. Это третий тайм. Да я думал, что ответный матч будет. Просто на загляденье я думаю, что можно перейти к третьему тайму уже тем временем. Просто только в том, где он начнется у нас. Извиняюсь, я немножечко там далеко перемотал. Ну, что ж. Ну, вот здесь уже где-то, я думаю, что он будет начинаться. Я так вижу, что замены сторон нет. Все устраивает и тех, и других. Команда Энс под синим. Команда Арсеналу. Он под красным. И вновь Арсенал несется в атаку. И здесь Савитар. Но нет, не до неба на месте. Вот сейчас смог уже и третий оформлять нападающий. Арсенал. И здесь Бернт хорошо. Здесь Агбон Лахор символизирует, что не собираюсь играть в опоре. Что Бернту надо вернуться. Он это делает, прислушивается к своему нападающему. Хорошая передача проходит. Но нет. Эпл здесь накрывает Агбон Лахора. Так бы, я думаю, что там бы... Очень хороший был момент, почему Бернт не ударил. Непонятно. Может быть, правильно вшел бы этот мяч в ворот. Сейчас очень опасно. Прям пожар около ворот Энс. Потому что не до неба спасает свою команду. И Лампер просит АФП. И говорит, что го. Что ж, продолжает. Продолжается матч. Бернт. Сейчас будет делать передачу. Понимет. Не получается. Хорошая передача на Савитара. Савитар. На Бернта. Но там никуда. Бернт добегает. Все-таки за счет своей карточки. За счет скорости. Бернт опять же уходит на время в нападение. Но я считаю, что на время. Где-то нужно сейчас даже можно и потянуть время команде Арсена Лондона. В принципе, им некуда торопиться. Еще 2-1. И все устраивает. Конечно, хочется и укрепить преимущество в счете. Но нужно стараться. Что и делать Арсенал. Они никуда не уходят из атаки. Энс также пытается играть на ошибках. Почему тут не прошла передача у Савитара на Агбон Лахора? Не понятно. Не попал он, видимо, что по мячу. А так бы эта передача символизировала, мне кажется, опасный момент у коловорот. Энс. Вот сейчас, конечно, игра раскрылась. Это можно констатировать. Потому что... Ну, это винно. Очень винно. Потому что команда Арсенал создает, на самом деле, опасный момент. И здесь Бернт с добиванием все-таки дает от Бом Лахора передачу. Но здесь Лэмпорт уже играет немножко выше. Понимает, что нужно сравнивать что-то с встречи. Савитар не получается передача. Поэтому он перестраховывается. Здесь все хорошо получается. И Агбон Лахора, и Бернта. Оба они своего соперника продавили и прокинули мяч по бортику. Не до неба. Савитар. Мяч отходит. Пытается команда Энс начать свою атаку. Не получается у них это сделать. Бернт хорошо накрывает здесь Агбон Лахор, так можно сказать, скидку на Савитар оставляет. Здесь хорошая передача Агбон Лахор. Ищет вариант Савитар. Передача на Агбон Лахор. Но здесь не до неба уже выбивает здесь все хорошо. У меня сейчас зоны. Савитар у меня сейчас скакивает. Савитар по нимет. Здесь Агбон Лахор. Не до неба считает. Савитар. Попытка дабла. Может быть и хотел он так сыграть. Я не знаю. Савитар. Вот тут уже явно была попытка дабла. И, кстати, Агбон Лахор неплохо подставлялся, но мимо створа меч пролетел. Берн вновь у нас выходит в атаку. Савитар его страхует. Агбон Лахор не попадает в створ. Эппл. Сейчас не до неба. Какой жаркий третий тайм. Видно, что команды изо всех сил бьются. Все-таки остались у них силы после двух первых. И, пожалуйста, вот сейчас очень опасный момент! И третий! И непонятно сейчас, что произошло у команды Энц! Ух! Третий мяч все-таки влетает. И это Арсена Лондон удваивает свое преимущество 3-1. Минуту 30 еще и играть. Не знаю. Тут уже, да, получается, что Лэмп начинает взаимодействовать с опорником Арсенау. Но получится ли у них этот четвертый мяч? И я думаю, что это все прекрасная игра Бернда! Прекрасная передача дабла и Акбон Лахор! Ну... Все-таки промакиваются пустые ворота. Ну, не думаю, что, конечно, в стиле. Ну, да, команда Энц уже посыпалась! Это пятый! Это Савитар! Я думаю, что на этом даже можно сказать, что все. Потому что я не думаю, что при таком раскладе уже команда Энц будет стараться что-либо сверхъестественное показывать. А это 5-1 команда Арсенал. Ну, опять же, все хорошо делал здесь Савитар как-то не очень хорошо. Мячом распорядился. Уже уходят оба нападающих в чистую атаку. Даже оставлять не до неба. Не до неба уже тоже идет в атаку. Сейчас бросает команда Энц все или ничего. По такой тактике, ну, конечно, вот что можно противопоставить, когда такими красивыми передачами команда Арсенал Лондон играет? У нее еще и проход. Почему Берн не забивает? Ну, все-таки забивает, но... Ой-ой-ой. Да, вот говорит. Ой, что это самое такое здесь произошло? Берн все-таки забил. Он, хоть мяч и не пересек, по мнению, линию ворот, но это мегабол, ребята. Приятно познакомиться. Шестой мяч влетает. 30-25 секунд еще играть. Я думаю, что уже можно поздравить команду Арсенал с победой, с тем, что они вырывают ее и ведут в серии. Счет 1-0 у нас становится. И, наверное, ответный матч для Энц будет, скорее всего, необходимым для победы, потому что, вот да, наконец-то можем говорить, что матч окончен. 6-1 команда Арсенал выигрывает. Это будет ответный матч. Я думаю, что он будет довольно-таки тоже интересным. Я даже в этом уверен. И думаю, что на этом можно даже закончить. Ну, конечно, я могу сказать, что... Я думаю, что не стоит говорить, что команда Арсенал сыграла просто превосходно. Опять прекрасные действия, ну, как в нападении. Столько моментов. Но... Вот здесь, конечно, за счет того, что команда атаковала, она не пропустила много мячей. Потому что, ну, Энц ничего в атаке не смог придумать. Даже не смог в нее выйти-то толком. Что ж говорю-то. 6-1. Уверенная победа Арсеналов. Мы им поздравляем. Ну, а команде Энц мы желаем удачи в ответном матче. Желаем показать достойную и очень хорошую игру. Может быть, даже победить и продолжить серию. Ну, а команде Арсенал мы желаем все закончить досрочно. И уже себе обеспечить полуфинал. Что ж. С вами был ЦСКА Габан. Любите Мегабол. И он обязательно ответит вам взаимностью. Всем пока-пока. Всем до скорых встреч. Всем удачи.